добрый день дорогие зрители и подписчики сегодня у нас очередное видео с распаковкой время от времени мы делаем такие видео стараемся не просто показать товары и продукты что мы купили но сделать это как-то с юмором и вот олег опять на закупку сходил принес свои сумки продукты это у нас вот такой фреш как бы эклеры ну конечно шоколадная она отличается от от этих которые совместное производство южной кореи лот или лотты по-русски и рахат ну попробуем потом йогурт традиционный такие конфеты сравнить какие лучше сделать battle так что сравнивать я и так уже знаю что вот эти казахские лучше хоть и корейский там есть концерн в основе но мне вот эти больше нравится сам буш москвичку есть потом такие финики здоровые но финики я думаю что это хорошо и наверное много есть любителей фиников кому кому нравится потом вот такое пробовое мясо русское море для салата из крабового мяса на салат собираешься делать да потом вот такое как бы у это новое масло чтобы сбрызнуть различные можно даже и пиццу сбрызнуть салаты у нее три степени брызгалки вот можно струей такой можно вот как бы распылителем или вот капельку точно она не просто так взял у тебя же какой-то смысл для чего тебе надо чтобы котлеты вот эти спрыснуть сейчас мы кладем в чашу картофель там морковку потом их сбрызгиваем вот такой штучкой сбрызнем вот этим маслом посолим там сначала посолите с травами потом сбрызнуть чтобы соль с травами не погорела и потом сбрызнуть вот эту решетку тоже маслом потом положить вот такие котлеты еще сверху можно их сбрызнуть и вот запекать такой получается жир с этих котлет будет капать еще на картофель на морковку или там еще свеклу внизу здесь конечно написано что котлеты по домашнюю но мне кажется лучше домашних собственного приготовления нет но это уже хотя мы ели это слово мясника в принципе у них неплохие ребра были ну тогда попробуем расскажем подальше можно даже посмотреть есть видео где я делал ребра вот от этой компании ну вот это у тебя уже было эти лафли с начинкой такие традиционные отодвину ну ты придерживаешься своего стиля сладкоежки поэтому обязательно что-нибудь принесешь и сладкого бананы а чё это два штучки все сейчас они дорогие 144 99 поэтому взяли только так чтобы не забыть вкус банана взял но чтобы не забыть и новые не сильно пока обанкротится кешью кешью такие вот олег очень любит и семечки и орехи постоянно есть только завершили яшкина у нас яшкина как безотходное производство все время яшкина потом такие два йогурта с бельгийским шоколадом надеюсь на может уже поменяли что-то я сомневаюсь и там бельгийский но потом вот такой огурец ну огурец как огурец я так поняла собираешься салат делать тебе нужен огурец раз ты крабовое мясо потом вот нашел такой пармезан сыр из аргентины вот написано аргентина ну попробуем как он ну похоже даже как и в италии пармезан выглядит на продал немножко поароматней но я думаю что попробуем я думаю что после того как попробуем нужно обязательно рассказать ты же по сыру специалисты обязательно расскажешь каково качество этого якобы заявленного аргентинского сыра вдруг действительно хорошее будет но потом вот две груши конференц и четыре яблока red delicious это у тебя фруктовая твоя корзина два дорогих банана яблоки и груши и такой картофель сейчас мы покажем это в принципе для различных вот вегетория называется плохо видно надо перевернуть это такой же брал нет это первый раз но что хорошим мы берем в основном такой картофель чтобы он был ровный чистый чтобы можно сеточку хорошо проверил но хотя я бы сказал что если посмотрите наше например видео как выглядят фрукты и овощи в таиланде то поймете что вот этот конечно картофель сильно отличается от того что продается давай начнем с того что он и там стоит баснотонных денег картофель не популярна еда в таиланде цена картофеля только что такой мешочек возьмешь как все твои корзины что ты сегодня принес но тем не менее можете посмотреть то видео для интереса и как бы сравнить а мы в таиланде часто в супермаркетах смотрели овощи и фрукты у нас фотографии есть в плейлисте где путешествие в таиланд про еду у нас есть видео основанные на наших авторских фотографиях можете туда зайти посмотреть называется food tasty food можно посмотреть вот эти фотографии но что у нас это ограничилось тем что мы смотрели фотографировали часто это была импортированная продукция овощная и фрукты завозили цены неподъемные я даже не знаю смогли бы мы за такие цены покупать но очень дорого если когда на рубли переводишь ну так потешить свое любопытство можно посмотреть для фото для интереса для расширения кругозора вот у нас и вся как бы наша сегодняшняя дата зен корзина но я думаю смысл нашего видео показать что мы обычно берем какие есть продукты потом показать что-то новое что мы взяли например вот этот вот сын и потом рассказать либо на видео либо в каком-то из кулинарных видео где ты буду что-то готовить потом да вот как вот это будет например масло просто иногда масло в таких баллонах она как бы ну там или начинает горчить или начинает плохо ломается вот этот прыскалка а вот по картофелю но ты у нас фанат картофеля ты все время хочешь попробовать и найти лучшее из лучших не всегда получается ты в маму свою пошел мама у тебя тоже помешана на картофеле пробуем иногда удачно получается иногда неудачно ну что вот это интересно это сделано в челябинске оливковое масло я так понимаю у нас все из челябинска даже если из таких известных брендов это увелка недавно у нас яйца яйца челябинские потом из челябинска еще такая вот известная мука которая в принципе одна из таких крупных производителей в пятерку больших производителей входит от макфа но с чем это связано почему именно челябинские продукты но он рядом с казахстаном там же еще республика алтай недалеко может быть как-то может казахстане жмут масло они вот разливают а может быть из казахстана что-то вы доставляют челябинск и там уже заводы приспособлены может быть но с другой стороны зерно там производят но мы специально этим вопросом не занимались но я думаю что тема для тебя интересно что это яйца из челябинска масло ты наверное этой темой займешься подробно и потом расскажешь да будет такое видео как бы как мы делаем пиццу и хлеб из алтайской муки так что ожидаете ну в общем вот такой набор продуктов немножко мы где-то юмора добавили насколько это возможно рассказали сделали как бы анонс о новых продуктах и потом попробуем обязательно мы сейчас не можем это сделать что пробуешь и рассказываешь это нужно отдельное видео ну надеемся что кому-то было это интересно вообще обзоры всегда интересны цены мы не называем потому что у нас даже чека нет на руках чек в электронном виде он приходит на электронную почту потом плюс на данный момент могут быть какие-то акции какие-то скидки бонусы накопительные смысла нет поэтому вот просто показываем товар рассказываем для чего купили и вообще посмотреть может быть кто за границей им будет интересно посмотреть какие продукты продаются в россии но и сделать анонс что что-то попробуем и потом расскажем всем спасибо что посмотрели это видео желаем вам хороших удачных покупок чтобы продукт был качественный чтобы получили удовольствие от этих продуктов и встретимся следующих видео где мы о чем-нибудь интересном вам еще расскажу всем пока